Сегодня на базе 40-й средней школы прошли ежегодные региональные соревнования Робофест Тюменский 2015. В нем приняли участие 45 команд. Электронные детище показывали, кто во что гораст. Зрители увидели много интересного. От роботов-биатлонистов до умных машин, способных проветривать и обогревать дома. Наблюдала за чудом инженерной мысли Инна Михайловская. Роботу, как и человеку, перед состязанием нужно обязательно размяться. Битва машин проходила по шести категориям. Участники заявлялись на одну или несколько. Кто где силен. Есть как творческие категории, есть так и категории по определенным заданиям. Соревновательное поле там. И необходимо выполнить определенные миссии. Биатлон. Здесь, пожалуй, больше всех участников. Белые стойки, столбы. Сбил, получил штрафное очко. Черные мишени. Вот их снести можно. Или переместить в другое место. Задания у всех разные. А это испытание «Шагающий робот». Ребятам давали час, чтобы собрать машину без всяких инструкций. Главное, она должна как можно быстрее двигаться. Бывало, что здоровые роботы сходили с дистанции, а выигрывали хромоножки. Заканчивается подготовка и буквально через несколько минут здесь начнутся самые зрелищные соревнования. ФЛЛ называется. Суть в том, что на специально изготовленном поле будут соревноваться роботы, выполненные руками ребят. Открывать дверь в класс, включать экран и выполнять совершенно разные действия. Школьное образование и все, что с ним связано. Тема этого состязания. Свою машину шестиклассник Марк Турков делал три месяца. Одну из многих. Сейчас он работает над роботом-помощником, который понимает человеческий язык и беспрекословно выполняет задания. Робот, иди сюда, он приезжает к тебе, ты ему говоришь, что-нибудь налей мне чаю. Он едет в комнату и наливает чаю. Пока мы работаем над позиционированием. Ну, чтобы он знал, где он находится в квартире. Показали ребята и свои творческие заготовки. Они представили, например, робота, который может тренировать зрение. Есть и более сложный агрегат, целая система проветривания и обогрева дома. Победители представят Тюмень на Всероссийском молодежном соревновании в феврале в Москве. Инна Михайловская, Сергей Жирнаков. Тюменское время. Редактор субтитров А.Семкин.